Вчера в почти девственных висимских краях Свердловщины, где даже имеется заповедник, местные инспектора учинили жесткий облом местным же браконьерам, которые варварским способом навострились вылавливать здесь бобра. Можно сказать, наши помогли в борьбе бобра со злом. Строго говоря, место происшествия не относится к территории государственного природного заповедника Висим, при создании которого еще в 46-м году прошлого века, среди прочего перед ним была поставлена задача реаклиматизации речного бобра, представлявшего на Урале редкость большую. Он и сейчас самый большой из грузунов Европы. Земля-то относится к охотничьим угодьям, и теоретически здесь бобр мог бы быть законной добычей, чтобы сделать из него потом мех под названием бобер. Но только зимой, и только не теми силками, сделанными из стального троса, в один из которых и попался мощный грызун. То есть браконьерство в чистом виде. Зам. директора заповедника Александра Хлопотова про обнаруженную тросовую петлю буквально следующее рассказала. Инспекторы увидели, что стопора на ней нет, и перерубили ее. Эта петля была удерживающая. Зверя она не душит, а просто фиксирует, и он сидит, пока не придет хозяин ловушки. Конец цитаты. Так оно и было. Пушнина с рыбьим хвостом и убийственно опасными зубами просто сидела на берегу, вместо того, чтобы совершить экстренное погружение при виде человека. Она как будто маячила, что ей нужна помощь. Ну, ее и оказали. Да, спасибо, блин. Вон он, вон он, вон он. Да, может ему удастся с этой петли-то вывести потом? Да нет, сейчас эта петля, она ослаблится. Ослаблится, да? Проводив бобра, не помнящего добра, и пошарившись в округе, инспектора нашли еще несколько таких же браконьерских, запрещенных в любой сезон ловушек, ну и, конечно, уничтожили их. Раз земля это не их, а примыкающего к заповеднику охотничьего хозяйства, соответствующие документы для реагирования отправили в Кировградское общество охотников и рыболовов, и боброловов, видимо, тоже.